Духовник Троицы Сергиевой Лавры Архимандрит Кирилл Павлов, насельники Псково-Печерского монастыря Архимандриты Алипий Ворнов и Инфанайл Поспелов. Судьбы священников и монахов Русской Православной Церкви стали главной темой проектов школьников районной конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конференция проводилась в рамках 17-х рождественских образовательных чтений Московской епархии, тема которых в этом году – Великая Победа наследий и наследники. Основная цель проекта – приобщение детей, подростков и молодежи к духовным, нравственным и гражданско-патриотическим ценностям. Открытие конференции состоялось 3 декабря в Белом зале в Щелкове. Каждый из нас знает о том, что человек, который помнит ошибки прошлого, он их может не совершить, не обречен на их повторение. В настоящем и в будущем наша важная задача, которая стоит перед каждым человеком, проявляет такой живой интерес к истории. Церковь учат тому, и это прописано в социальной концепции, есть такой документ Русской Православной Церкви. Когда вражеские силы стараются каким-то образом притеснить народ, грозящим смерти, постреблению, уничтожению, тогда любой человек, и особенно верующий, должен встать на защиту своей страны. Районная научно-практическая конференция школьников проводится при Щелковском благочине в четвертый раз. Зарождалась она в стенах православной гимназии «Ковчег», где ученики представляли проектно-исследовательские работы на уровне своей школы. В прошлом, в 2018 году, конференция вышла на районный уровень. В ней приняли участие также ученики и педагоги муниципальных школ. В этом году на приглашение откликнулись коллективы из 14 учреждений образования. Рождественские чтения в этом году посвящены победе, празднику для нашему святому, да, сакральному. Конечно, это нельзя было пройти мимо. К 75-летию победы в лицее мы решили устроить такой общий школьный поиск своих предков, участников Великой Отечественной войны. Вот те проекты, которые мы слушаем у других ребят из других школ, они, по-моему, наполнены тем же содержанием. Найти историю большой страны в своей маленькой семье, или в своих близких, или в тех, кто тебе дорог, вот эти священники. На суд жюри, в число которого вошли представители духовенства и учреждений культуры и образования, ребята представили проекты о жизни как церковнослужителей, ушедших на войну в священном сане, так и тех героев-солдат и боевых офицеров, которые в тяжелую минуту, дав такое слово Богу, после войны стали священниками или монахами. Я сделала проект про великого человека, про теория Бориса Бартова. Именно война подтолкнула его к вере. Над их авиагруппой надвисли два немецких самолета, и он молился. И именно это ему помогло выжить, как он признавался. Я рассказывала про монахиню Андриану, в меру Наталью Владимировну Малышеву, советскую разведчицу. Меня очень произвело вот это большое впечатление, что как советская разведчица и монахиня в одном лице. Конференция проводилась в двух возрастных группах, среди детей пятых-седьмых классов и восьмых-одиннадцатых. Проект оценивались по нескольким критериям. В их числе соответствие заявленной теме, лаконичность и грамотность выступления, оформление. Все участники были отмечены грамотами Щелковского облагочения. Лучшие получат награды на закрытие рождественских чтений. Валерия Жеглея, Галина Холодцова, телерадиокомпания «Щелково». Режиссер Галина Холодцова «Щелково». Продолжение следует...